Продолжение следует... 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 Важнейшим элементом является то, что замораживание гораздо хуже, чем хранение при более высокой температуре. Замораживание не допускается категорически, потому что оно полностью разрушает всю иммунную биологическую субстанцию. Ну и хранение в защищенном от света месте. В замороженном виде это встречается немножко реже, потому что этому сопутствуют большие технологические трудности. Как вы сами понимаете, создать минус 18, не говоря уже о минус 70 или 80, как требуется для хранения, например, файзеровской вакцины. Это не так просто, это достаточно специфическое оборудование, но вот как сейчас жизнь показывает, компания Pfizer на это пошла осознанно для того, чтобы защитить себя с точки зрения маркетинговой составляющей. Ну так или иначе, вот надо понимать, что вакцины, что не обязательно ковидные, а вообще вакцины требуют вот таких условий хранения. И здесь вот что важно подчеркнуть, что вакцина, в отличие от лекарства, она является, ее особенность проявляется вот в чем. Что при вакцинации отсутствует выраженная обратная связь между ее введением и вашим самочувствием. Потому что если вы, например, пациент стационара, вы чем-то лечитесь, врач вас лечит, допустим, эти лекарства хранились неподобающим образом, я попозже покажу, как это бывает. Лекарства вам не помогают, значит, врач вам меняет схему лечения и в итоге вы чуть дольше, но все равно вы лечиваетесь. В случае вакцинации вакцина вводится именно здоровым людям. Если у вас есть признаки заболевания, то вас не вакцинируют. И оперативно оценить эффективность применения вакцины, в общем-то, невозможно. Ну, тут как бы такая формулировка затруднить, но практически это невозможно. Потому что даже вот с ковидной историей, когда первое время предпринимались попытки делать анализы на антитела, достоверность этих анализов не очень высокая, поэтому на это все, в общем, плюнули. Так вот, когда вы прошли вакцинацию, то вы на самом деле не знаете, сформировался у вас иммунитет или не сформировался. И здесь дело не в том, что вакцина плохая, а дело в том, что с достаточно высокой вероятностью она могла храниться в неподобающих условиях и в связи с этим утерять свои свойства. Ну, как везде в таких медицинских мероприятиях, холдовая цепь – это система, обеспечивающая необходимые условия хранения и транспортировки иммунобиологических, ну и не только иммунобиологических препаратов от предприятия-изготовителя до вакцинируемого. Выделяют четыре уровня, ну, вот, все, кто умеет читать, видят, что здесь написано. Смысл в том, что на предприятиях-изготовителях все хорошо с этим. Там нормально соблюдается технологическая дисциплина, там действуют международные технические требования, которые соблюдаются довольно таким жестким образом, потому что любое фармпредприятие крайне заинтересовано в получении заказов от международных фармгигантов. Поэтому все, что касается технологии, там находятся в очень хорошем состоянии. Далее эта продукция попадает на склады оптового хранения, потом в районные и городские учреждения здравоохранения. Там, в принципе, тоже все более-менее нормально, потому что речь идет о хранении большого количества в одном месте. И технологически обеспечить систему холдоснабжения так, чтобы она работала бесперебойно, не такая уж сложная задача, и она в большинстве случаев выполняется. Четвертый уровень – это, собственно, то место, где вам ставят уколы или где вам вводят вакцину любым другим способом. Ну или это аптечная сеть, если речь идет о просто препаратах. Вот здесь концентрируются все проблемы. Это так называемая последняя милия, last mile – это то, что является самым трудным звеном в любой логистической цепи. Препараты, передача данных, транспортировка и продажа продуктов питания – это самый проблемный уровень всегда. Вот на сегодняшний день нормативными документами установлена форма контроля – это введение журнала с записью температуры два раза в сутки для каждого из холодильников, для каждой из холодильных камер. Это то, что в медицинском учреждении обязаны делать. Вот специализированный ресурс такой есть, ВАЛ-центр. На нем приведена такая достаточно емкая формулировка, которая заканчивается таким риторическим вопросом, каким образом пациент может узнать, что условия хранения и транспортировки вакцины были соблюдены. Вот ответ является никаким. Вот приведение такого журнала с записью два раза в сутки. Я попозже покажу, как это выглядит в жизни. И это довольно серьезная проблема, потому что она влияет, во-первых, на то, что вакцинация происходит с неизвестным результатом, во-вторых, что эффективность вакцины сравнивается, когда вакцина применяется в научном учреждении, или когда вакцина применяется уже в жизни, в лечебно-профилактических учреждениях. Ее эффективность радикально отличается. То есть эффективность по доступным данным, эффективность Epivac Corona, когда ее применяли разработчики, она была 90 с лишним процентов. Когда это все поступило в лечебную сеть, у нее эффективность снизилась примерно до 75%. Хотя это та же вакцина, та же технология производства, люди те же. И вот принято считать, что это происходит из-за недостаточного контроля режима хранения. Что было сделано и что хотелось бы делать дальше? Был создан нашими усилиями совместно с присутствующими здесь сотрудниками университета ИТМО энергосберегающий фармацевтический холодильный шкаф с функцией мониторинга, который был основан на стандартном выпускаемом серийно заводом Палайер фармацевтическом шкафу. Аналоги выпускаются заводами Позис, Бирюса и некоторыми другими. То есть речь идет, я хочу подчеркнуть, о совершенно обычном типовом холодильном оборудовании. Вот была проведена совместная работа. Там был установлен энергосберегающий холодильный агрегат. В данном случае речь не об этом, а о том, что они были снабжены системой мониторинга нашей компании. Но это вот что касается энергосбережения. Там действительно были достигнуты очень впечатляющие результаты. То есть экономия электроэнергии составила больше, чем в 2,5 раза. И такой шкаф потребляет примерно киловатт-час в сутки по сравнению с 2,5-2,7 киловатт-часа у традиционного шкафа. Это дает определенные преимущества в плане резервного питания, в плане других вещей. Но опять-таки сейчас речь не об этом. Вот та система мониторинга, которая в этом холодильнике была установлена, она позволяет контролировать температурные условия хранения препаратов, электропитание, то есть контролировать электрическую сеть, фактическое открытие и закрытие двери, и хранить данные, и передавать их по электронной почте. То есть он позволяет решать такую проблему, как несанкционированный доступ, помимо температурного режима. Ну и вот почему важна система мониторинга. Вот он был установлен в одном из медицинских учреждений, где работало это все примерно около двух лет. И регистрировались различные ситуации. Ну, например, вот ночное отключение электропитания. Это когда в здании медицинского центра, где это было установлено, электроэнергоснабжающая компания решила провести ночью свои профилактические работы. Питание отключено, температура внутри шкафа, естественно, поднялась, там, примерно до 17 градусов. И, в общем, вот этим двукратным регистрированием параметров это никак не выявляется, потому что вечером и утром, когда ответственная медсестра приходит на работу, все было хорошо. Дальше, так тоже довольно типовая ситуация, это неплотно закрытая дверь холодильника, когда туда препараты кладутся в коробках картонных, и дверь закрывается, то есть концевик срабатывает, но по факту остается небольшая щель. То есть если дверцу плотно не прижать, то вот остается, и дверь холодильника остается приоткрытой. Опять-таки, вечером и утром все нормально. Но всю ночь все находилось при повышенной температуре. Соответственно, если бы это были вакцины, то их эффективность снизилась бы до нуля. Помимо этого, на эту же систему мониторинга были заведены параметры микроклимата в помещении самой лаборатории, контроль температуры и влажности здесь же осуществлялся, что тоже, в принципе, полезно. Ну и вот получается так, что вот это конкретное решение с системой мониторинга Карла-Анар является важнейшим, по сути дела, звеном в том, чтобы вы понимали, что вакцинированы вы по факту правильно. Но это же, еще раз говорю, относится не только к ковидным вакцинам, к любым другим вакцинам, это относится к лекарственным препаратам, которые используются для лечения. И вот эти подтвержденные надлежащие условия хранения, как среднетемпературные, так и низкотемпературные, вот они являются гарантией качества вакцинации, гарантией качества лечения. Человеческий фактор здесь является действительно самым слабым звеном вот в этой цепи, потому что, опять-таки, хочу подчеркнуть, что дело не в добросовестности медсестры, а дело в том, что не обладая вот этой оперативной информацией, ни одна из служб не может вовремя отреагировать на проблемы. То есть невозможно запустить резервное питание, невозможно подойти к этому холодильнику и закрыть его дверцу, не имея информации от системы диспетчеризации и мониторинга. Я надеюсь, что коллеги, кто будет сегодня рассказывать о других элементах внедрения таких систем, тоже как-то на этом остановятся. Но вот нам это очевидно стало по итогам этой работы, и я надеюсь, что вот тот колоссальный объем работы, который отражен в рекомендациях АВОК, он тоже как-то, ну, в будущем, возможно, затронет или как-то создаст законодательную базу или рекомендательную базу для правильной оценки внедрения системы мониторинга в медицинских учреждениях. Вот, собственно, и все, потому что, ну, дальше идут системы, как бы свойства этой системы, я уж не буду на это тратить время, которые очевидны для любой такой системы мониторинга. Эти же технологии повсеместно внедрены в фуд-ритейле, то есть, например, около 8 тысяч пятерочек, около тысячи перекрестков, все карусели, если говорить о CTX-5, оснащены такой системой. И, ну, в фуд-ритейле это двигается и это поддерживается экономическими стимулами, то есть, они экономят и на электричестве, и на списаниях продуктов, и на всех своих юридических и страховых рисках по поводу людей, отравившихся чем-то из-за ненадлежащего хранения. И вот получается, что про йогурт из пятерочки мы можем восстановить информацию о том, при каких условиях он хранился, а про вакцину нам ничего не известно. Вот надо с этим что-то делать. Спасибо за внимание. Мне бы хотелось вот на что обратить внимание. Ну, я о своем, естественно, о автоматизации, диспетчеризации. Мне кажется, что настало время сделать это более обязательным, чем просто, ну, такое, что ли, желание, которое может быть у заказчика, может не быть. Дело в том, что эксплуатация вот тех инженерных систем, о которых много говорилось, она возможна только вот при наличии систем диспетчеризации. То есть, работать это будет именно так, и никак иначе. Потому что, если говорить о больницах, ну, я думаю, что все мы там один или несколько раз в своей жизни были пациентами. Мы все прекрасно понимаем, что проектировщик может нарисовать там инженерный шедевр, но медсестра откроет окно, старшая медсестра откроет двери в коридоры. И в реальности это не работает вот иначе, как с выводом на систему диспетчеризации. Причем не просто главврачу или не просто главному инженеру этого заведения лечебного, а с подключением Роспотребнадзора, с подключением контролирующих организаций, которые отвечают за благополучие населения, что называется. То есть, если переходить к аналогиям с фуд-ритейлом, то вот там информация о температуре прилавки в горке, она доступна для Роспотребнадзора, хоть это и аккумулируется на серверах компании, ну, X5, например, или Магнита, или Gixi когда-то было, но она, тем не менее, доступна и для расследования всяких неприятностей типа массовых отравлений, и просто она доступна, потому что качество магазина, оно сразу видно. То есть, когда там очень много аварий, это значит, что там все в таком состоянии, что этот магазин нужно закрывать по всяким соображениям. Вот то же самое, я проговаривал это с Роспотребнадзором питерским, они в целом готовы к этому, но они ссылаются на отсутствие, ну, какого-то... То есть, они считают, что инициатива должна исходить все-таки от индустрии, а не от них, а они ее, благожелательно, завизируют и согласятся эти данные принимать. Но согласитесь, что когда мы лежим в больнице, нам все-таки хочется, чтобы там была правильная температура и влажность, чтобы нас кололи препаратами, которые хранились в правильных условиях. Вот мои итальянские коллеги приводят пример одного из госпиталей, где введена система УНИДОС, так называемая. Это таблетки, ампулы там и все-все-все. Все медикаменты поступают на склад в больнице, где пакуются, в зависимости от назначения врача, в такие блистеры. То есть там вам медсестра приносит не набор таблеточек в блюдечке, а запечатанный набор в блистере, который назначен вам вашим врачом. У нее в руках сканер штрих-кода, у вас на руке браслет со штрих-кодом, и она вам ее вручает, сканируя, то есть эти таблетки попали именно вам. Во-первых, они попали именно вам, то есть вы их получили. Во-вторых, их получили именно вы, а не кто-то, ваш сосед по палате, например, если она что-то перепутала. То есть эта автоматизация медицинского учреждения, она многоплановая. Это и лечебный процесс затрагивает, и инженерные системы. Вот я бы хотел, чтобы, наверное, это получило какое-то отражение и в рекомендациях, и, может быть, надо заняться и каким-то обязывающим документом. Мы вас пригласим на первое собрание, вы нам расскажете, и мы добавим. Вы знаете, то, что вы рассказывали, что перепутала сестра. Я знаю такую историю, что отец с сыном лежали в соседних палатах, у одного был гастрит, а у другого тет другое. И фамилия была одинаковая. И вот еду несли гастритчику нормальную, а другому несли то, что для гастрита, диетическую. В общем, так было. Я с вами полностью согласна. А еще я хочу сказать, что в связи с этим ковидом, попадает человек в больницу, попадает в реанимацию. Родственники никакой информации не получают. В лучшем случае один раз с врачом перепишутся. А так, ну никакой, что же так неправильно. То есть мы тоже должны зайти в интернет и посмотреть, что там происходит. Я уже не говорю о том, чтобы там видео показывать. Может быть, это неэтично, да. Но информация про то, какая температура, какая сатурация. То есть вот это должно быть уж в Москве, которая такая у нас цифровизированная. И давайте... То есть от нас зависит будущее. Будут это делать или не будут. Мы смотрим в будущее, в лучшее будущее. Ну, может быть, для наших детей. А может, для себя самих. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!